Приветствую вас. Если я правильно понял, то вы обращаетесь с проблемой того, что когда-то впрочем вы совершили какие-то действия, которые сейчас рассматриваете как ошибку. И люди вам об этом постоянно напоминают, вы боитесь, что об этом узнают ваши родители. Подобный страх не позволяет вам жить свою жизнь, жить свободно, начать свое дело и так далее, так далее, так далее. Ключевой момент здесь в том, что вы не принимаете сами факта того, что вы эти ошибки сами совершили. Вы не принимаете того факта, что вы не идеально. Вы не принимаете того факта, что если бы вы не совершили ошибки, вы бы никогда не поняли бы, что это и есть ошибки. То есть ошибка это то, чего я делать не хочу. И чтобы понять, что я делать не хочу, необходимо иногда это сделать. Понятно, есть вещи, которые сто процентов априори можно как бы дифференцировать на желательные или нежелательные. А есть вещи, которые пока не сделаешь невозможно до конца понять, хочешь ты этого или нет. И даже как бы перечень того, что можно априори поисследовать, он ведь тоже не закрытый. И для разных людей является индивидуальным. Вот, поэтому эту часть реальности, то есть именно развитие свое, именно личностный рост, именно некий образ себя, как той, кто не должен совершать ошибок, мешает вам жить дальше. Это первое. Из-за этого вы считаете, что другие лучше вас. Особенно, если эти другие вам напоминают. Ну, я уверен, что вы считаете, что либо у них никогда не было такой ситуации, либо они что-то такое делали, но куда им до вас вообще? Куда им вы абсолютно на недосягаемой для них вершине находитесь по ужасности, по степени падения, на котором вы находитесь. Вот точно на самом деле иллюзия, потому что вы не принимаете того факта, что другие люди такие же, как вы. Как я, как вы, как кто угодно. Только, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ а в принципе все одинаково. Уровни могут различаться. Ну, для примера, например, для человека, который живет на улице, ну, для него норма, наверное, что-то где-то красится, да, то есть он может украсть, там, оставленную еду, или он может украсть что-то еще, или деньги может украсть, ну, такое мелкое воровство, вот, для него это норма. По сути, для него это вообще иногда способ выживания, вот. Но если человек священник, например, и он, там, позволяет себе допустим, что-то съесть не положено, или выпить не положено, то это грех, это грех. И, в принципе, находясь на разных уровнях, находясь именно на разных, в разных плоскостях, эти люди воспринимают, то, что они делают, в принципе, одинаково. Вот. То есть священник одинаково воспринимает, как само собой разумеющее, если то, что он не ест, к примеру, какие-то блюда и не пьет какие-то напитки, абсолютно нормально, а человек, человек, который живет на улице, абсолютно нормально воспринимает, то, что он может взять без спроса чужое. Вот. Но у вас есть иллюзия того, что вы живете с людьми в единой реальности, в единой, что есть единая, одна иерархия вот этих самых вещей, которые составляют ошибки. Слово ошибки здесь, наверное, имеет смысл поместить в кавычки. Дальше. Дальше. Кажется, набор случайностей произошел, что вы ну, вероятно. Всегда мечтаю, мечтаю о каких-то достижениях, мечтаю о успехе, мечтаю о том, наверное, что вами гордятся и прочее прочее. Вот. Нечтая об этом, вы по набору случайностей, в кавычках, опять же, привлечили много ошибок. Задавали ли вы себе вопрос, как так получается? Вот. Первоначально человек от чего-то отказывается. Ну, он пытается отказаться от вещей, которые, у него есть желание. Он отказывается, потому что это неправильно. не по его мнению, а по мнению других людей. Иногда это правда бывает вредно, только желание от этого не пропадает. И ладно бы, если бы человек относился к тому, что он хочет, ну, скажем так, гуманно-гуманно. Допустим, я не могу это желание удовлетворить вот так. Ну, давай посмотрим, как его можно удовлетворить иначе. Нет. Чак пытается избавиться от своего желания, которое является неправильным в определённой форме полностью. Ну, в итоге какое-то время ему удаётся, но потом всегда происходит срыв. Вот. И те ошибки, которые вы совершали, это своего рода срыв. Это помимо того, что, когда вы их совершали, наверное, вы чего-то хотели и так далее, т.д. Вот это срыв. Это бы не подавляли, если бы умели обращаться с тем, что вы чувствуете. Ну, ничего бы этого не было. Вот. Только не умеете. Не умеете, потому что не научили. Не умеете, потому что не замечают в себе этих вещей. Не умеете, потому что, опять же, такова ваша реальность. И вы можете в этой реальности же, а можете её изменить. Если вы хотите жить по-другому, то вы можете её изменить. Начать заниматься, например, психотерапией. Для того, чтобы размещать в себе, в людях других то, что вы не размещали раньше. И, таким образом, сделать свою жизнь качественной. Она не станет легче, она станет скорее сложнее. Но, вы получите возможность выбирать, вы получите возможность в большей степени управлять своей жизнью. Насколько, насколько это возможно. Следующий момент, это, то вы как бы спрашиваете, как они реагируют, когда меня пытаются задеть. Единственный способ, который я знаю, наиболее эффективный, с позиции моего подхода к психотерапии, это быть собой. Наслежать как быть собой. Если больно, так и говорить, что больно. Если всё равно, так и говорить, что всё равно. Если страх, так и говорить. То есть, я не знаю другого способа, кроме как реагировать искренне на то, когда вас задевают. Я знаю, что, принимая свою боль в этих моментах, выражая её, вы со временем будете реагировать куда более спокойно и куда более меньше тратить энергии на подобные ситуации. Это не значит, что боль уйдёт или она станет слабее. Не обязательно. Но проживаться эти моменты будут вами быстрее. Опять же, этому нужно научиться. То есть, вряд ли вы сами вот так вот сможете это начать делать, если не делал никогда. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Надеюсь, что мой ответ вызовет у вас определённый отклик, который и послужит началом благотворной работы над САП. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok